Приветствую всех зрителей и гостей моего канала. Ой, ребята, давайте будем сегодня делать какой-нибудь тортик из чечевицы. Будем пробовать. Конечно, в дальнейшем я буду делать из муки что-то творить, но из чечевицы прямо не даёт покоя мне. Давайте попробуем сделать что-то, что-то такое десертное. Я заранее замочила стакан чечевицу в воде. Сейчас немножко воду солью, совсем немножко. Можно даже и с водой перемолоть, ничего страшного. Будет, мне кажется, ещё сочнее, потому что по предыдущему пирогу из чечевицы, я поняла, там очень сухой получается пирог, так что с водой будет самое то, мне так кажется. Сюда пойдёт 100 грамм сливочного масла я растоплю, 100 грамм сметаны, 2 яйца, щепотку соли. Я всё подпишу, но оказывается всё подписанное, немногие не умеют смотреть, поэтому проговариваю. Всё равно спрашиваю. Положу разрыхлитель, положу ванильный сахар, будем делать мы именно сладкий. Торт бывает же сладкий. И сахарозаменитель, вот фит-парад номер 10 пользуемся. Всё, вот эти ингредиенты и пойдут в наш тортик. Всё это мы будем перебивать через блендер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, вот такая у нас получилась смесь. Вот такая, жиденькая. Но мы уже знаем, что она, когда испечется, будет густая, твердая. У меня, как всегда, проблема с формами. Не знаю, какой испечь. Вот взяла вот эту силиконовую, помыла просто холодной водой, поставила в противень, чтобы удобнее переносить было. Ну, наверное, в неё, но эту резать неудобно. Потом, чтобы совпали вот эти уголочки, а мы же будем делать тортик. А круглосиликоновую у меня нет. Есть, но она такая вот. Ладно. Будем в этой делать. Войдёт ли сюда? Как раз. Если сильно поднимется, то может вытечь. Вот так будем печь. Я попробовала сладенько, вкусненько. Ставлю на 180 градусов на 40 минут. Так, основа для нашего торта готова. Красота. Он горяченький ещё. Пусть остывает. Пока остынет, мы приготовим для него крем. Я, конечно, совсем не знаю, как украсить. Вообще. Вот что-то тут приготовила. Но попробуем, попробуем, что получится. Конечно, украсить можно на ваш вкус. Я, по-моему, много тут всего приготовила. Тортик маленький. Ну, ну ладно. Пусть будет, что будет. Как хорошо вынимать из силиконовых форм. Раз. И красота. Всё отстало. Так. Всё хорошо. Так, теперь надо каким-то образом разрезать на три части. На две, наверное, будет маловато. А вот на три части нам надо как-то... Нет у меня приспособлений таких. Ну, будем стараться. Одну часть резала. Вы посмотрите, какой красивый вид. Как будто бы вот из теста. Я даже так это попробовала. Вот. Одну часть резали, значит, ещё одну надо нам. Ой, всякими правдами и неправдами я на три части разрезала. Нижняя, серединка и верхняя. Я тут открыла баночку клубники. Помните, я когда-то делала в автоклаве, кто меня давно уже смотрит, я осенью сделала в собственном соку клубнику. Просто положила клубнику и поставила в автоклав. Это у неё собственный сок. Ребята, знаете, какой аромат идёт. Это как будто вот я набрала полную чашку клубники и принесла домой. Но это без сахара. Но так вкусно пахнет. Ильгиз понюхла одну взял, готовила кисло. Так, я хотела вот этой водичкой пропитать, ну и потом сверху клубничку положить. Только прежде добавить сахарозаменитель. Но я вижу, что не такой сухой получился у нас тортик. Очень даже. Ну, наверное, всё равно немножко клубничкой пропитаю. Прямо, ну вот, хочется. Такой аромат идёт. Сахарозаменитель в этот сок. Ну, кисло-сладко теперь получилось. Ну, буквально чуть-чуть. Так, 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 так. Теперь я хочу перемазать все коржи сметаной и сверху обмануть сметаной. Но, чтобы сделать крем из сметаны, нужно слить, чтобы сметана отстоялась. То есть надо её на несколько часов, вплоть до, чтобы на ночь подвешить эту сметану в марли, чтобы стекла сыворотка. И тогда сметана будет густая, и тогда она собьётся очень здорово. Мы пойдём простым путём. Мы возьмём желатин. Желатин. Быстро растворимый. И его подогреем. И опустим сюда. И сделаем твёрдость именно из желатина. И сюда, естественно, мы добавим сахарозаменитель. Это я даже сразу добавлю, чтобы не забыть. Тут написано, на пол-литра развести. Ну, у меня пол-литра куда? Или где-то стакан, наверное. Всё. Сейчас слегка подогреем на плите, чтобы растворился весь желатин. Прекрасно. Желатин растворился. И ввожу в сметану. И дам немного сметане загустеть, чтобы она начала уже густеть. И потом уже соберём тортик. Так, всё. Сметана вот начала густеть, желироваться. Вот. Будем сейчас как-то заполнять. Хочу, чтобы такие толстенькие слои были. Но, наверное, не получится. Обмазала я вот сметанкой. Тут на помощь нам придёт стружка. Не хотела, конечно, я здесь маслом ничего работать. Потому что не хочется этой жирности. Ну, сметанка, конечно, выливается какая тут. Остатки я вот разложила по формочкам. Застынет прекрасно. Сейчас по краям украшу стружкой. И здесь сверху вот этими ягодками. Пусть они не очень красивые. Но как-нибудь придумаем, какую-нибудь красоту наведём. Ну, вот. Насколько у меня фантазии хватило. Так и сделала. Ставлю я его в холодильник. До завтра. Завтра уже мы разрежем. И посмотрим, чего там у нас получилось внутри. И на вкус скажу. Тут-то у меня вот клубнички. Тут орешки грецкие. Тут шоколадом посыпала. Ну, короче, так. Утром-завтром можно ягодками какими-то ещё украсить. Пусть застывает. Ну, вот. Второй день. Застыл наш тортик. Я его вчера выставила в Инстаграм. Сказала, что это украшено. Это плохо. Ну, действительно, я украшать-то совсем не умею и не могу. У меня нету почему-то фантазии на это. Ягодок бросила, смородинки. Ну, давайте разрежем и попробуем. Что у нас с вами получилось. Вернее, у меня у вас-то лучше получится. Сейчас утро, поэтому я сразу отрежу два кусочка. И муж попробует. И я. Вот так. Это на разрезе. Конечно, хотелось бы, чтобы... Вот этой сметанки-то было бы побольше. Ну, как есть. Как есть. Давайте будем пробовать. Итак, давайте пробовать. Ну, если честно, я вчера, прожди, попробовала. Как же я? Кусочек-то не... Нет, ломлю. Сладенько было. Ну, они там были еще. Практически горячие. Сейчас скажу. И вердикт. И вердикт. Такое, думаю, надо бы сюда пожиже что-то сделать. Сделала пожиже. Пропитала клубничкой. Крема, конечно, маловато. Надо бы побольше крема. А можно сказать, что вообще тут можно один крем. Сверху маленький слой этого пирога. И большой слой крема. И потом второй слой пирога. Вот так будет. Мне кажется, вкуснее. Нет, ребята. Не тянет это дело на тортик. На вкус торта. Все равно это вкус... Тут даже не определишь, что это такое. Знаете, если бы я не сказала, что это с чечевицей. Ну, и вы бы, например... Сделайте маленькую порцию. Попробуйте. Может быть, кому-то и понравится. Ну, блин. Не могу. Не могу объяснить словами какой-то вкус. Это мы съедим, даже не задумываясь. Но этот состав не тянет нам на торт. Все равно в торте должна быть мука. Вкус муки. Пусть даже она горчит, как вот цельнозерновая. Кстати, кому не нравится вкус цельнозерновой, здесь вы ее даже... Тут вообще не понять, что это такое. Прямо даже вот мы не знаем. Не знаю, не знаю. Если сделать... Если крема побольше, коржей поменьше, как я вначале сказала, вкус будет совершенно другой. Здесь не хватает у меня крема. Может быть, по-другому сделать? Тогда, может быть, по-другому будет вкус. Но... Вот хочется сказать полностью отрицание или полностью вот это не совпадает. Тут и есть приятный такой вкус, такая вот, какая-то нотка такая приятная. Но, с другой стороны, мы-то муку любим. Вот я люблю лично муку. Я лучше блины буду есть, наверное, рыхлые. Здесь такой... Так... Твердая конс... Плотность такая твердая. Ну, если честно, всегда хочется еще одну эту взять. Я не скажу, что это отталкивающе. Нет. Ой, клубничка. Такая вкусная. Если сделать, ребят, вкусный крем, хорошо все промазать, как положено, это будет вкусно. Я, правда, говорю, вкусно. Но вот как я сделала, конечно... Нет, немножко, немножко. Вот крем очень вкусный. Но его здесь мало. Вот, вчера-то мы остатки крема сюда положили, чтобы застыло. Вот, если в прикуску вот с этим... Вот, какая красота! Вот. Вот себе вкусненьенько положила. Это дополнение. Да, с дополнительным кремом вкуснее. Более так это насыщенно. Но все равно, ребята, все равно... Нет, чечевица для вот такого пирога соленого это бомба. Это вкусно. Это настолько приятно вообще. Но не для торта. Когда начинаешь есть торт, все равно хочется вот почувствовать именно торт. А здесь нет. Здесь такое какое-то... Ну, в общем, мои эксперименты, это эксперименты. Вы тоже пробуйте. Может быть, у вас вкус совсем другой. Может быть, вам это понравится. Я скажу, что мы это съедим. Это правда. Мы съедим. И я ни за что не выброшу. Да или как это? И Миша кусочек. И мы тут по два кусочка. И все. Само то будет. Но специально больше я, конечно, из чечевиц делать торт не буду. Мы уж как-нибудь с черной муки попробуем сделать. Спасибо, что все это время были со мной. Смотрели на мои эти все извращения. На весь мой результат. Ну, что получилось, то получилось. Спасибо за комментарии. Будьте все счастливы и здоровы. Всем пока-пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok